Создать настенное панно для детской школы искусства Несса Гришина задумала давно. Работа монументальная и непростая, поэтому педагог ждала тех выпускников, которые с ней справятся. Это такой взрослый проект, но именно год назад дети такие появились. Некоторые отучившись 5 лет, а некоторые и 9 лет. Собровалась такая группа сильных детей, которые стали авторами этих проектов. Свои проекты будущих панно представили 11 детей. Экспертный совет отобрал 5 лучших работ. Над их воплощением в жизнь воспитанники ДШИ трудились все вместе. Перед тем, как панно украсили стены школы, была проделана колоссальная подготовительная работа. По эскизам было сделано каждым ребенком, наверное, 10 эскизов, 10 даже больше, по всем видам искусства. То есть были и джаз, хореография, музыка, классическая музыка, классический танец, народные инструменты и так далее. И уже по этим эскизам мы выбирали самый удачный. Пять панно символизирует разные виды искусств. Чтобы их создать, детям пришлось научиться работать не только с художественными, но и со строительными материалами. В ход шли гипса и пенокартон, шпатлевка, плитка. Мы вместе с моим папой ездили по всем строительным магазинам и искали, получается, вот эту всю плитку. Потом сами били ее, замешивали разные штукатурку. В общем, мы стали за этот год настоящими строителями. С этим панно мне помогали мои друзья с архитектуры. Я очень благодарна им. Также я благодарна своей учительнице по архитектуре, которая направляла меня на путь истины, пока мы выполняли все это панно. Я очень довольна, что оно висит в этом здании. Своим опытом Саровская ДШИ готова поделиться с коллегами из других городов. Про панно планируют снять мини-фильм и представить его на Международном фестивале зодчества. Милана Кахидзе, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.